А чего на самом деле хотят правители арабских государств? В связи с войной в Израиле они собрались на разные экстренные саммиты, они с серьезными арабскими мордашками сделали яркие заявления, они дружно осудили войну, некоторые из них даже отозвали своих послов из Израиля. Но когда воинственный иранец, шиит, каким-то китайским ветром, занесенный в суннитское общество, одетый в священническое одеяние, призвал действовать, большинство арабских иерархов на него посмотрели с любопытством, как будто бы под черной рясой он был голый, ну то есть даже труселя не надел под своей поповской одеждой. Посмотрели на него с недоумением, как будто этот бородатый человек перепутал место и время действия, и как будто он навстречу одел пляжный полосатый мужской костюм 30-х годов прошлого века. Когда сирийский Фредо Корлеоне, тоже не иначе как китайским ветром, занесенный в приличное нефтяное арабское общество, выступил с речью о военных преступлениях Израиля. Приличное нефтяное арабское общество выдохнуло, как юнкера Российской империи в офицерском клубе после водки, которую ключница делала. Поморщиться нельзя, этикет не позволяет, но мерзость редкостная. Когда турецкий диктатор страха в своей стране, а в кругу богатых арабских людей на саммите, был скорее похож на исхудавшего и голодного сомалийского пирата, призывающего взять на абордаж торговый нефтяной танкер, на него эти богатые арабские люди глядели, как на бизнесмена, у которого торчит галстук из ширинки. И смешно, и замечание сделать неловко. А один из министров-саудитов на камеру вообще рассмеялся. Нефтяное эмбарго? Это что-то из черно-белых комедий 50-летней давности. Мы такой вариант вообще не рассматриваем. Сегодня этот вопрос даже не обсуждается. Саудовская Аравия пытается добиться мира посредством мирных переговоров. Так чего же на самом деле хотят правители арабских государств? Чего хотят богатые арабские ребята в своем регионе, которые уже лет как несколько так ориентированы на бизнес, на экономику, а не на религиозную идеологию? Чего хочет наследный принц и правитель Саудовской Аравии, который добывает и продает нефти, как мало кто в этом мире? Который хочет стабильных доходов от нефти и который может дать только стабильная обстановка в регионе? Который хочет проводить крутые футбольные праздники и для этого покупает Рональду, Неймара, Бензима, чтобы они своими звездами сверкали на саудовских аренах? Наследный принц МБС хочет проводить веселые культурные фестивали. Он хочет, чтобы его страна процветала и веселилась. Чего хотят и миры Кувейта и Бахрейна? До того же самого. Нефть и газ любят спокойствие и стабильность в регионе и не любят штормов и ураганов. Чего хочет Катар, который когда-то сделал глупость и пригрел у себя бандитов, а теперь получил газовые контракты с Евросоюзом, которые растеряла Росфедерация? То есть еще вчера все то, что поставляла Росфедерация в Европу, теперь поставляет Катар. Америка, Катар, Алжир и Египет. И Катар теперь понимает, что вот еще чуть-чуть его отождествления с бандитами и счастливый газовый лотерейный билет можно и потерять. Поэтому и мир Катара жопу рвет, чтобы только всех израильских заложников вернуть. Поэтому и приглашает к себе глав ЦРУ и Моссада, чтобы когда Моссад будет мстить, чтобы только не на территории Катара, а Моссад будет точно работать на уничтожение всех, кто даже просто рядом стоял и жевал листья Ката, но знал о нападении. Потому что возмездие Израиля коснется всех, кто причастен. Но Катар просит только не на его территории. Чего хочет Египет с его 110-миллионным населением, у которого сверхвыгодные газовые контракты с Израилем, на поставку газа с израильских газовых месторождений Левиафан и Тамар, крупнейших на планете, обнаруженных в 21 веке. При этом Египет сам наращивает собственную добычу газа и уже вышел на полное обеспечение собственных потребностей и сформировал у себя мощнейший газовый хаб, который саккумулировал газ со всего Восточного Средиземноморья и после сжижения поставляет танкерами-газовозами в Европу. Чего хотят все эти мощные арабские парни? А все очень просто. Хотят они, чтобы Израиль уже как можно быстрее уничтожил бандита по кличке Хамас. Чтобы Израиль как можно быстрее избавился от этого бандита, от этого тупого, устаревшего, средневекового бандита, который у них в ботинках просто трет ногу. Опасаются они только одного, чтобы этот бандит не пробудил экстремизм и терроризм в их собственных странах. А для этого очень хорошо помогает гневная болтовня и яростный призыв к немедленному прекращению. А что же турок? Зачем он попсово одевает футбольный шарфик среди болельщиков, называемой розеткой? И эта розетка раскрашена в цвета палестинского флага. Зачем он, набычившимся павлином, как Муссолини, идет на сотни тысячные митинги у себя в стране и выкрикивает глупость в сторону Израиля и угрозу в сторону Запада, мол, вы хотите новый крестовый поход против полумесяца? Как бы этим самым возглавляя все мусульманское движение, как бы этим самым беря на себя ответственность за всех мусульман мира. Зачем? А вот зачем. Во-первых, если все мусульмане его страны выйдут на площадь, то может статься, что эта площадь будет его последней. И переворот в его стране обрушит его, как недавнее страшное землетрясение обрушало дома. Поэтому лучший вариант – это возглавить воинственный протест толпы. Он же страхом и репрессиями управляет у себя внутри. Это давно уже диктатор страха. Он когда-то был диктатором обмана, но после попытки переворота в 2016 году, когда он и его правление было на кошачий волос от смерти, он это хорошо запомнил и усвоил. Хорошую книжку по диктаторам обмана и диктаторам страха выпустил недавно Сергей Гуриев. Я бы ввел книжку Сергея Гуриева «Диктаторы обмана» в школьную программу последних классов обучения в любой стране, потому что это очень простой для понимания и очень точный с объяснениями и доказательствами учебник по классификации диктаторов обмана и диктаторов страха, их методами управления и манипуляции массами. Считаю ее обязательной к прочтению, чтобы не было иллюзий относительно правителей как 20-го, так и 21-го веков. По каким признакам можно отличить диктаторов обмана, когда они еще играются с толпой, а когда они переступают черту невозврата и становятся диктаторами страха? Во-вторых, турок – это торговец. Израиль оккупировал сектор газа, а Турция оккупировала Северный Кипр. Главный камень преткновения невхождения Турции в Евросоюз – это оккупация Северного Кипра. И на этом вроде как тождестве оккупации турок строит свой расчет, мол, вы поддерживаете Израиль в его оккупации сектора газа, почему вы Турции вменяете в вину оккупацию Северного Кипра? Подмешивая понятие в том, что на Израиль напал бандит из сектора газа и Израиль уничтожает бандита, а на Турцию Кипр не нападал, но торговец строит торговлю на всем, что стоит и движется. В-третьих, и если не в самых главных, в территориальных водах Израиля, как я уже сказал, были обнаружены фантастические в масштабах планеты месторождения гиганты газа. Сейчас газ идет на египетский хаб, но существует мощнейший проект прокладки трубопровода на морской глубине от Израиля через Кипр в Грецию, далее в Италию и другие европейские страны. Этот проект уже был поддержан Америкой, в 2019 году в Тель-Авиве было подписано межправительственное соглашение о газопроводе EastMed. Еврокомиссия уже даже выделила некоторые деньги на разработку технической части. Это был бы главный конкурент турецкому потоку, и это американский рычаг давления на турка. И турок делает все возможное, чтобы не допустить Израиль, как газового игрока, на европейский рынок. Турок делает все, чтобы израильский газ не достиг Европы. Есть еще и в-четвертых, зачем турок обостряет отношения с Израилем. И это не менее важно, что и в-третьих. На Ближний Восток пришел Китай, задача которого вырасти в сверхдержаву, конкуренту Америки. Турок получает серьезное финансирование от Китая, напосев антиамериканского раздора в регионе Ближнего Востока. Для этих целей и Иран получает серьезное финансирование от Китая и продолжает майнить у себя оружейный плутоний. Вот только две недели назад в Аманский залив вошел авианосец USS Эйзенхауэр. А два дня назад в Персидский залив вошел авианосец USS Джеральд Форд. Два авианосца в одном регионе это сверхсерьезная угроза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...